Здравствуйте, уважаемые студенты ЛФИ. По практике программирования хочу вам рассказать, как вам защитить курсовой проект. Во-первых, чтобы защитить курсовой проект, надо понимать цели самого учебного курса, о чему мы вас хотели научить. Потому что, исходя из выполненности этих целей в конкретном вас, мы будем понимать, удалось, не удалось, и какую оценку вам ставить. Итак, первое, групповая работа, она у меня получилась на самом верху, хотя она может быть и не самая основная. Но это финал, к которому мы шли, и мы, соответственно, это увидим в первую очередь. Сформированность ваших социальных связей, распределение ролей, что у вас существует менеджер. Напоминаю, менеджер – это не главный программист, это главный озадаченный человек, который бегает, носится, все контролирует. Человек, который смотрит сейчас это видео первым из всей их команды. Человек, который будет озабочен тем, чтобы все как-то сделали, чтобы проект состоялся, курсовая работа зашла. Вы делаете курсовый проект в группах из трех человек. Ну, исключения бывают какие-то, но нормальный наш курсовый проект – три человека. Поехали. Итак, мы собирались научить вас писать качественный код. В первую очередь, это соблюдение PEP8, то есть банальный стиль. Второе. Конечно, в PEP8 много чего прописано, но тем не менее, я отдельно прописал. Читабельность. Ваш код должно быть легко читать, и его должно быть легко поддерживать. Он должен быть понятный. Вот, качественный программный код. На самом деле, есть еще одна вещь – это его качественная архитектура. Качественная архитектура. То есть он должен быть спроектирован хорошо. Еще, чему вы собирались вас учить? Поддерживать большой программный код. То есть, короче, собственно, писать проект, делать длинную разработку. И мы собирались научить вас делать итеративную разработку. То есть обучить вас тому, чтобы программа двигалась от работающей версии к работающей. Если вдруг какой-то промежуточный коммит, хотя это не обязательно коммиты, это, как я написал, консистентные состояния. Они должны быть, соответственно, консистентными. То есть программу можно запустить, и она работает. И это можно сделать в любой момент. Тогда не возникнет такой ситуации, что ваш проект к моменту защиты окажется разломан, и у нас ничего не работает. Если вдруг к моменту, когда пора защищать проект, у вас нечего показывать действующего, оно не работает, это не оправдание. Потому что у вас, извините, если вы учились итеративной разработке, покажите последнюю работающую версию программы. Ну, последний коммит сломал. Но не должно быть так, что все коммиты сломали. Сломали – почините. Сломали – почините. То есть это то, о чем, опять же, должен печься менеджер проекта. Он должен печься о том, иметь попечение о том, чтобы проект после разломки чинился. Еще один важный момент. Он не должен развалиться на части. Я здесь это не нарисовал, но смысл в том, что если уж вы пользуетесь ветками, то эти ветки должны сливаться в мастер. Вы должны коммитить в один репозиторий. Это не должно быть, что «А, ну Вася писал там, в этом репозиторий, Петя писал здесь, а Маша там. Но, наверное, если это склеить, оно заработает». Это не будет оценено, это будет 2. Это будет неут. Единицу вам вкатим по десятибалльной шкале. Ноль не можем поставить. Не положено. От 1 до 10. Единицу воткнем вам. Обязательно общий репозиторий. Не форк-репозитория, а именно единый репозиторий. Зайти в секьюрити, добавить коллаборатора, Васю, Петю и, кстати, Вашего преподавателя. Добавьте его коллабораторам в Ваш репозиторий. Еще поддержание большого проекта требует, во-первых, наличие репозитория. Еще оно требует использования issues. А иначе, вы просто, опять же, это будет ненормальный способ работы с большим программным кодом. Может быть, мне следовало написать отдельно, что мы собирались научить Вас использовать всякие инструменты. Давайте я напишу. То есть, мы хотим Вас научить инструментам. Ну, слушайте, мы хотим Вас научить их на практике. Не абстрактно, гид. Не абстрактный бактракер. А конкретно. Вот Вы делаете проекты. Вначале это был двухнедельный. Был трехнедельный проект. И вот Вы делаете месячный на четыре недели проект. Соответственно, инструменты для поддержания большого кода. Но, опять же, что такое итеративная разработка? Можно пользоваться гидом, делать коммиты. Но реально у Вас будут все эти коммиты разломанные. Поэтому инструментами нужно пользоваться правильно. Коммиты предназначены для того, чтобы дозировать Ваши изменения. Чтобы они оставались в истории проекта. И эта история проекта, она будет оценена. Понимаете? Мы будем смотреть. А как узнать? Вы нормально? То есть, нормальная ли ситуация, если студенты ничего не показывали, а потом вдруг раз перед зачетом достали кусок программного кода и пытаются впихнуть преподавателю и сказать, вот наша супер-пупер-машина, игра, которая там 3D-графика. Не знаю, что-нибудь еще там. Супер-чат-бот интеллектуальный. Можно ли этому верить? Можно ли это... Если у проекта нет истории? Если нет коммитов? Если нет issues? Да невозможно. А даже если результат прекрасен, то получается, что мы не научили вас делать итеративную разработку, мы не научили вас правильно пользоваться инструментами, а значит вам за это 2. Не, ну преподаватель тоже, знаете, преподаватель, у которого все двойки, он, поверьте, тоже там не получит это самое. Но это не ваше дело. Ваша задача научиться. Понятно? Пользуйтесь сейчас, срочно доучивайтесь, учитесь пользоваться инструментами для поддержания большого кода. Репозиториями на GitHub, баг-трекером, который представлен на GitHub через issues. Кстати, там есть, вот если уж про инструменты поддержания большого кода, там для документации, я прописал, что мы хотели вас научить в частности, потому что документация это хорошо и документировать надо проект, да, и документ строки тоже я проговаривал, да, то, что там интерфейсы взаимодействия очень важны, и надо это дело. Документация бывает внутренняя и пользовательская, да. Пользовательская документация это некий мануал, help, он может быть оформлен в Redmi, да, наиболее адекватное место, почему нет. Кстати, Redmi поддерживает Markdown, да, на GitHub, и он автоматически это отображает в Markdown разметки. Там жирненький можно сделать, да, можно выделять заголовки, можно делать двумя решетками заголовки второго уровня, тремя, третьего. Markdown много чего прикольного позволяет. Вот. Пусть назначите одного человека из вашей команды, который сделает хотя бы простенькую Redmi, а то там скорее всего только Initial Commit торчит, когда создавали репозиторий, название репозитория и краткое его description. Это мало. Ладно. Кроме того, я надеюсь, что EML схемку вы все-таки набросали до того, как делать отдельные классы. И хоть как-то эти классы представлены. А если этого не было сделано, ну, задокументируйте хотя бы текущее состояние. Потому что это, сейчас скажу, даст возможность потом менеджеру проекта его представить на защите. Ну, один из слайдов. Так, ладно. Двигаемся дальше. Значит, я сказал по поводу поддержания большого кода, по поводу документации, факультативно тестирование. Мы не требуем этого обязательно. Но ваш проект модульный. Он состоит из разных компонент, классов, функций. Наверняка среди этих функций есть хотя бы одна функция, которая является очень простой. Чистая функция. Ты ей что-то сунул, она тебе что-то выдала. Не знаю, там, гипотенуза. Ну, гипотенузу странно тестировать, но тем не менее, да. Вот возьмите самую простую функцию. Напишите для нее модульный тест. Это будет маленькая дополнительная галочка. Скажем, о, тестирование есть, оно было. Потому что, ну, не будете же вы записывать видеозапись ручного тестирования программы, в котором вы не находите ни одного бага. Или, ой, внезапно нашли баг. Ну, понятно, постановочно. Нет, ребят, уж если вы тестируете, да, и хотите отчитаться, что у нашего проекта было тестирование, покажите юнит-тесты. Самописные, при помощи импорт юнит-тест или импорт док-тест, док-тест там проще всего, да, внедрить тестирование прямо в документ-строки, пожалуйста, сделайте небольшой кусочек. Не обязательно полного покрытия тестами не надо. ТДД никто от вас не ждет. У вас был всего один семестр, все нормально. Теперь последний момент. Что еще? Хотя это не заявлено в целях учебного курса, тем не менее это повлияет на вашу оценку. Но кроме того, весь семестр вы только и занимались тем, что делали проект, показывали преподавателю, делали проект и показывали его преподавателю, презентовали его. Потому что презентация – это не мультимедиа презентация. Презентация – это не документ в PowerPoint. Презентация – это жанр выступления. Вот я сейчас делаю… Нет, ну то, что я делаю, это не презентация. Но если бы я сейчас взял в руки что-нибудь, там, не знаю, кружку, я бы хотел… Я презентую вам кружку. Эта кружка произведена… Идея этой кружки в том, что можно пить из нее горячие напитки. Да? Ее делала команда… Сейчас я расскажу теперь про план вашей презентации. Да? Но, первое я скажу, презентация, безусловно, должна быть яркой. Если презентация блеклая, то просто все заснут, никто ничего не услышит. Но второе – она должна быть содержательной. Нельзя сделать просто фестиваль, на котором мы все супер-пупер покажем, но ничего содержательной не расскажем. Она должна быть очень содержательной. Иначе вы будете получать за нее минус. Да? Если она будет содержательная, но не яркая – тоже плохо. Тоже мы… Ну, мы постараемся не слишком сильно это оценить. Но, слушайте, если у вас есть эффективный менеджер, который может взять… Или дизайнер… Ну, ладно, дело не в дизайне, еще раз, да. Яркое может быть просто выступление устное. Я же на лекциях практически никогда не… Я не помню, пользовался презентацией… А, пользовался презентацией, но мои презентации не особо яркие. Я не великий дизайнер. Но можно речью подать. Подумайте. В частности, тайм-лимит. Не надо думать, что у вас полчаса. У вас 15 минут – это нормативное время, на которое стоит ориентироваться. Докладывает о проекте. Менеджер проекта. Студент, который главный озадаченный. Старший. Старший, в смысле, прямо еще раз, он может быть не самый умный, но он должен быть реально самый напряженный. Самый озадаченный человек, который не забудет про сдачу проекта, вспомнит про то, что от них вообще ждут. Вот вы знаете, что от вас ждут? Мы хотим, чтобы вы писали… Мы хотели и создавали этот учебный курс, чтобы вы писали качественный код, работая коллективно, причем писали его в длительное время, умея поддерживать его в работающем состоянии, пользоваться современными инструментами, гитхабом, ну, гитом, точнее, не гитхабом, да, гитом, но гитхаб – это просто конкретная платформа. Пользоваться современными инструментами для создания и поддержания программного продукта, да, оформлять документацию и желательно, чтобы вы еще не понимали, что такое тестирование, умели его немножко сделать. Да? Так вот, этот менеджер должен быть озадачен, чтобы по каждому из этих пунктов вы смогли отчитаться. Мы этого достигли. Давайте теперь представим себе некий план презентации. Вы не обязаны ему следовать. Вы можете сделать свой план презентации. Но я рекомендую так. Начать с идеи. У вашего программного продукта должно быть название. У него должна быть концепция. И эту концепцию можно сказать за одну минуту. Реально, одну минуту сказать, мы хотим сделать супер-пупер игру, в которой ролевая игра, в которой герой путешествует по лабиринту и собирает бриллианты. Да? Эту игру мы назвали Diamond+. Дальше, команда. Вы должны сказать о том, кто участники проекта и какие у них роли. И эту игру будет делать Вася Сорвиголова, Петя Сорвиголова, Петя Сорвиголова, Петя Сорвиголова, и я, менеджер проекта. Блестящая улыбка. Короче, понятно? Кратко, минимальное представление проекта можно с фотками. Будет приятно, но не обязательно. Но самое главное. Кто? Какие роли в проекте? Понятно? Что они должны были делать по, собственно, логике? Я надеюсь, что, опять же, до того, как вы приступили к деятельности, вы спланировали, кто в команде, чем занят. Следующий. Презентации в PowerPoint не обойдется. Вообще, можно не PowerPoint, можно текстовичками, картинками все это делать. Да, совершенно не обязательно. Это, еще раз говорю, жанр выступления. Презентация – это как стендап комедия. Есть там драма в театре. А есть presentation, в которой вы что-то предоставляете. Вы представляете ваш проект за 15 минут. Соответственно, результаты. Предъявите свой программный продукт. Запустите его. Покажите этот результат. Скажите. И вот была идея. Вот команда. Смотрите, как это работает. У нас сейчас, к сожалению, дистанционная работа. Но зато все легко продемонстрируют свой собственный экран. Нажмут кнопочку в видеоконференц-связи, и ваш экран должен отобразиться. Позаботьтесь о том, чтобы у вас на защите обязательно была хотя бы простенькая веб-камера. Ну, в смысле, видео, чтобы был поток. И второе, чтобы вы смогли продемонстрировать запуск программы. Это касается, в первую очередь, менеджера. Того, кто будет отвечать за выполнение проекта. Еще, поскольку мы сейчас интересуемся, это все-таки сдача, то нас интересует процесс. Естественно, не надо нам выкладывать всю историю коммитов. Потому что это простыня коммитов. Она может быть начиная от, условно, 50 до 200 коммитов. Но я считаю, что нормальное число коммитов минимум 30. Если вы, конечно, следовали итеративной разработке. Фишка в том, что сейчас, за 2 недели до зачетов, за полторы даже скажем, вы скажете, ой-ой-ой, а у нас коммитов-то всего 2 или 5. То есть вы сделали какой-то большущий кусок. И фишка в том, что да, действительно, теперь вам уже никуда не деться, потому что назад вы историю уже не впишете. Ну, хотя бы сейчас. Начните сейчас. Исправьтесь немедленно. Начните делать коммиты регулярно. Но, кроме того, процесс включает не только историю коммитов. Доложите о том, сколько у вас коммитов, сколько у вас issues. Как происходил процесс разработки. Какие возникли проблемы. Может быть, в процессе какой-то из программистов был переквалифицирован в тестировщике. Или, наоборот, из тестировщиков его срочно дали задачу по какой-то разработке. Я думаю, что в ваших маленьких группках сложно быть чистым тестировщиком. Правда? Ну, уж менеджер-то точно должен регулярно запускать проект и тестировать, работает он или не работает. Потому что, знаете, как он будет отвечать, что там не поломано все в течение 20 коммитов. Правда? Так. Ладно, что я хотел сказать. Что после того, как вы кратенько отчитались о процессе, вы должны рассказать о дизайне. Ну, еще раз говорю, тут может быть какие-то перестановки. Вы сами можете вначале дизайн предоставить. В частности, слайд про UML. UML. Не надо думать, что тут нужно строить архитектуры, там по мелочам все придираться. Безусловно, если бы вы были профессиональными дизайнерами программного кода, архитекторами программного кода, то с вас был бы другой спрос. Там требовалось бы точное соблюдение UML. Вы работаете в корпорации. Ваши проекты должны быть там все детально. Ребята, мы учимся. Раз. Второе. Ну, сделайте диаграмму классов. Она наиболее для вас, она ближе всего к программному коду. Она прямо, что называется, прямо в код уходит. Ну, сделайте хотя бы ее. То есть, и на бумажке можно. Можно на экране компьютера. Можно в какой-то специальной программу. Можно без нее в пейнте набросать. Неважно. Но чтобы хотя бы какое-то базовое представление о дизайне было с раскладыванием ответственности. по классам и функциям. А чем вообще занимается этот класс? Скорее всего, в каких-то документ строках, если вы пишете документацию, это прописано. Но вынесите на визуальный емкий, краткий слайд как-то. Один, два, три. То есть, не должен быть весь программный код. Тем не менее, возможно, заглянуть в программный код и что-то кратко показать вы, в принципе, можете. Но я специально поставил звездочку и написал красный. Это не то, что должно входить в 15-минутную презентацию. Вы не можете дизайн нашего проекта и показываете весь программный код. Это не дизайн. Это и есть проект. Дизайн – это некий его набросок, план, идеи, реализованные уже в этих самых деталях. Ну и последнее. Рефлексия. Заключение. То есть, вы, завершая презентацию, должны сказать и заплатите нам 100 долларов. И за это мы хотим получить… То есть, менеджер, он держит за своей спиной программиста раз, программист два. И нам, команде. Надо за это поставить, я считаю, 8 баллов, 9 баллов и 10 баллов. Мне 10, а ему 8 и 9. На самом деле, надо уметь отчитываться о разных проектов. Менеджер может получить умеренно высокую оценку, даже если проект был завален. Если он прикладывал все силы. И это видно по истории, по issues. Если менеджер пытался толкать проект, а проект завалился по вине программистов, что один из них решил отчислиться, а другой ушел в академ. Или какая-то еще подобная причина. Хуже всего, если менеджер ушел в академ, тут уж сделать ничего нельзя, наверное, почти. Программисты в этом случае должны срочно искать другой проект. Я надеюсь, у вас не такая ситуация. Короче, вы должны уложиться в 15 минут. Проверьте это. Прогоните менеджера. Прогоните презентацию. Понятно? А чтобы вам было о чем докладывать, чтобы ваш программный код на запуске работал, он реально должен работать. Отношения в команде должны быть налажены. Я здесь нигде не написал про документацию. Добавьте это дело. Это должно быть тоже, наверное, стоит, если оно у вас есть. Должно прозвучать как обоснование того, что вам заключение и наш проект настолько успешно, что мы ждем от вас подарков и все прочее. Ладно, я шучу. Не подарков, но оценки. Мне кажется, что вы должны засвидетельствовать. Или вы должны сказать, что наш проект, к сожалению, оказался реализован не полностью. Идеи изначальные не выполнились. Но мы, тем не менее, опробовали. Мы опробовали итеративную разработку. Мы смогли воспользоваться бактракером, issues делать. Мы воспользовались репозиторием, научились тому-то и тому-то. Но, к сожалению, показать нам работающий программный код нечего. Ну, тоже может быть такая история. Ладно. В любом случае, должно после этого остаться время на вопросы, потому что вся-вся-вся сдача должна уложиться, по сути, в 30 минут. А реально, если вы будете планировать 15, есть большой шанс, что вы затянете на 25. И не останется времени на вопросы. Поэтому, пожалуйста, уложитесь в 15 минут. Максимум 20, чтобы время на вопросы осталось. В преподавателе на защите будет присутствовать как минимум 2 преподавателя. Ну, по крайней мере, должно быть. 2, 3, а может быть и больше, потому что в видеоконференции мы можем всю кафедру подключить. Я обещаю публичность. Я имею в виду в рамках кафедры. Публичность защиты в рамках преподавателей кафедры. Соответственно, любой преподаватель кафедры сможет прийти на защиту и задать вам вопросы по проекту. Будьте готовы. Это нормально. Не надо этого слишком сильно бояться. Раньше надо было бояться. Как на фестях поступали. Ладно, бить вас не будут. Успешной вам работы в ближайшие 1,5-2 недели. Быстро доделывайте проект. Пора уже выпускать альфа-версию, бета-версию, делать последние баг-фиксы. Скоро релиз, скоро оценочки. До свидания. Последняя лекция будет в среду. Она будет про лицензию. Она будет уже так, легенькая совсем.